всем привет с вами не агара продолжаем читать визуальную новеллу второго возрождения и так крис оказалась в церкви какая-то тень тебя что-то беспокоит если я попрошу тебя помощи ты сделаешь это сначала я бы хотел услышать детали в таком случае могу я попросить тебя доставить это письмо королю роланда понимаю если королевство роланд откажется присоединиться к альянсу то другие королевства могут тоже отказаться именно роланд ортодоксальное королевство не думаю что они хотят поддерживать гетеродоксальный алмена и так ты мне поможешь если я попрошу слишком многого тень подумала а если я предложу обмен обмен да я выполню твою просьбу взамен ты отдашь мне ключ от двери двери в кавычках какая-то дверь и какая тебе от этого выгода чем больше у меня ключей тем больше двери я могу открыть и смогу встретить определенного человека каково твое решение без ключа ты больше не сможешь пройти сквозь брешь хорошо я принимаю твое предложение и не хочется начинать все заново я совершила ошибку было слишком наивной одного раза вполне достаточно не нравится в тебе это качество звучит будто обращаешься к ребенку юность добродетель если бы наши жизни были такими же длинными как у демонов мы бы оказались плену своих растущих желаний желание говоришь но люди и так находятся в плену своих желаний все мы находимся в плену своих желаний каждую секунду своей жизни основа в комнате завтра ковырли стоит темно выходной пойду ка я спать да уж опять выходные доброе утро леди кристина снова решили прогуляться да подумала сходить магазин мою гуя к вам присоединиться у меня есть дела бакалейной лавке не думаю крыса занята а ты мешаешь нет я не занята занята ты сегодня идешь на мой банкет забыла неожиданно пригласил когда ты это решил недавно ты специально это делаешь или ты всегда так приглашаешь людей о чем-то он часто так поступают уверен тебе понадобится на столе есть все твои любимые блюда так что идем ой тебе понравится это прочитал гардис я думаю что уже говорила это но хотелось бы мне увидеть женщину которая скажет боже я так счастлива в ответ на такое предложение женщина боже я так счастлива все таки есть такая женщина благодарю ваше величество это ладно одна такая существует конце концов мы пришли и сели на свои места на банкете присутствовало просто колоссальное количество женщин в этот раз я сидела рядом с гардисом и может мне просто показалось но я могла поклясться что все женщины зале глазеют на меня я чувствовала себя будто в клетке со львами они все и завидуют все хотели бы сидеть на ее месте женщина которую гардис поцеловал в прошлый раз вероятно была его знакомой кортизанка но в этот раз она не сидела рядом с ним это порадовало меня но она смотрела на меня как раздерянная львица из-за этого от вина во рту появился неприятный привкус ситуация неприятная для всех нас я пробормотал это себе под нос но гардис слышал меня что не так еда тебе не по вкусу вообще-то я еще не пробовала если честно я бы предпочла поесть вместе потише хох как смело что ты себе представил я просто не надо так смущаться в следующий раз приготовлю романтический ужин только для нас двоих но я никаких банкетов уже на двоих о владыка гардис мы вам больше не нужны женщина возле гардиса прижалась к нему своим обольстительным бюстом пытаясь отвлечь его внимание от меня она должна быть очень храбрая если осмелилась сесть рядом с королем без приглашения женщина победно улыбнулась увидев ярость на моем лице ревность ладыка гардис зачем довольствоваться незрелой ягоды когда рядом есть другая спелая сочная это уже было и он в ее в итоге поцеловал женщина зажала красные ягоды между мягкими губами крис я не могла поверить в это она прижалась губами губам гардиса не ожидала что она сама сделает этот шаг она элегантно глюнулась заметила что я застыла на месте меня больше интересовала реакция гардиса он не испытывал отвращение не пытался ее толкнуть я была для него просто другом и не имела права сердиться но все же я еще ребенок и не могу это так оставить каждый раз когда она касалась его кубами ярость разрасталась конце концов я не сдержалась ревность отразилась на моем лице я процедила сквозь зубы если ты хотел позабавиться с другими женщинами мог бы меня не приглашать кризис гардис быстро оттолкнул женщину заметив смену моего настроения но было слишком поздно я встала из-за стола посреди банкета переполнена яростью опять я устроила сцену постой крис куда ты неважно куда куда угодно лишь бы от тебя подальше ревнилица кристина я же просил тебя подождать я бежала так быстро как только могла но гардиса очень скоро догнал меня и я не останавливалась пока он не схватил меня за плечи не повернул к себе отпусти просто иди развлекайся со своими куртизанками что тебя так разозлило тебе не нравится что другая женщина целует меня не смеши меня такие поцелуи ничего не стоят хо такие поцелуи говоришь хочешь сказать что у тебя были более стоящие поцелуи сомневаюсь что ты вообще целовалась с кем-то целовалась крис такая правда я сказала что целовалась это был прекрасный поцелуй страстный поцелуй переполненный счастьем кстати с тобой подумала на все таки все таки он единственный слезы какая разница тебя это не касается гардис не понимаю его молчание подняла голову и встретилась его серьезными глазами нет они были полны злобы я утонула в этих загадочных глазах цвета сумерек а затем он прищурил их и раз так покажи мне каким должен быть страстный поцелуй ой гардис внезапно поцеловал мне не давая мне вырваться это было больше похоже на грубый укус чем на страстный поцелуй но я затаяла дыхание от неожиданности сердце остановилось я начала задыхаться прекрати я попыталась оттолкнуть его но он крепко сжимал мои запястья его теплый язык я проскользнул между моими губами настойчиво проник мой рот наши языки сплелись пока я пыталась освободиться тело дрожало колени подкашивались а его важный язык все продолжал двигаться зачем такие подробности и я хотела сопротивляться но сегодня оставалось это желание улетучилось и утонул в своих ощущениях мысли исчезли увидев что я перестала сопротивляться кардис повернул голову целыми и прошептал я думаю что один сгораю что снова поцеловал меня похитив мое дыхание моя уверенность начала исчезать ты самая вкусная ягода гарди что-то говорю но я не слышала его я пришла в себя не сразу после того как он оторвался от ногут но когда я это сделала я грозно посмотрел на него сквозь слезы и давая ему уйти от ответа эти яростные глаза действуют на меня иначе достаточно шуток и не шучу я покажу тебе это позволят платить тебе а чего мои ноги все еще дрожали гарди за мне на руки и поднес прижав меня к себе я вырывалась смущаясь но держа мне крепко сбежать не получалось я отплачу тебе за поцелуй в своей комнате этого не нужно чья это вина по-твоему конечно же моя ведь это я поцеловал тебя моя и только моя ты действительно ведешь себя как ребенок твоем-то возрасте сочетает за комплимент я глубоко вздохнула совсем не никак в тот день когда я лежал в его объятиях он выглядел очень довольна кто я для тебя гардис кого ты видишь во мне сейчас слова из прошлого промелькнули моих мыслях о том что мы находимся в плену своих желаний так у нас опять какие-то варианты на пойти церковь площадь розовый сад либо другие какие-то варианты на этот площадь не вижу знакомых лиц не туда они вроде чуть-чуть куда-то собирались я не знаю даже вы подобрали 30 монет круто он у нас два задания против папы ли попать на площадь что как бы красненький так отмечено папу лучше отлично сегодня продают мой любимый клубничный бисквит крис ты тоже пришла за бисквитом гардис неужели ты тоже а куда-то в нее там вес и чем это закончилось мы так не говорят это не снялся короче они оказались дурку пабе бармен печет невероятно вкусные пирожные гардис что-то здесь делаешь мы кстати с из это совершенно потеряли связь что-то постоянно где-то находится непонятно где стоит или за ты вы тоже пришли сесть пирожные принцесса как нелепо мы втроем собрались из-за каких-то пирожных кстати говоря вот они выглядят как всегда вкусно . приятного аппетита подожди крис что я наконец-то закончу бумагами последний 1 одновременно что происходит что происходит почему вы кричите друг на друга во время один послушанию успела я начать кушать все пирожные как карте сказано что нужно съесть 1 клубничку что лежит на нем оставляйте клубнику напоследок просто глупо кто бы не силы сразу нет вкуснее всего скушать его вместе с пирожным нашли нечем спорить один какой способ лучшего все три прекрасно дипломатичный ответ не думаю что здесь есть мои знакомые что не сюда что ли я вообще в этой игре честно говорю ничего не понимаем день пролетел так быстро опять спать что хотят от меня когда показывают эту карту я должна им это что-то предположить а сюда дядя лизате и подождите осторожнее все хорошо боже смотри под ноги хорошо вижу ты пользуешься успехом у детей дома у меня много младших братишек и сестренок поэтому я легко нахожу общий язык с детьми подожди-ка что ты здесь делаешь дыха от бумажной волокиты я хотела найти крис но кажется ее нет замке это пришел ко мне да ты просто отлыниваешь нет нет у меня перерыв правда да поверь мне мама девочки пойти пора домой мама пришла пока пока дядя лизате потом еще поиграем хорошо конечно когда будет время ура такой прямо любитель детей спасибо что присмотрели за ней сэр лизате до свидания знаешь уже говорю но ты очень хорошо латишь детьми да я же сказал что у меня младший братишки сестренки филипп мэри тим на любой вкус от несносных чертят до послушных ангел очков их интересно как они там твоя семья не все хорошо да они живут деревеньки у границы алмена на и у мамы и папы все хорошо понятно воды как ардис черт уже нашли документы леди кристина готовы сейчас в вашем кабинете так что пожалуйста приступайте к работе слышал поторопись секундочку что значит принцесса готова не волнуйтесь а просто попротиве помочь документами зинты не смотрите на меня так кстати сразу это леди кристина искал вас правда тогда потороплюсь к ней хорошая моя цель будьте осторожны да не волнуйся увидимся эх почему так быстро убежал я не сказал что собирался уходить повелитель вам тоже нужно возвращаться к работе на документы необходимо поставить королевскую печать вот незадача цин да в чем дело чтобы сделала королеву знаю на что повелитель демоном завладел одной из ее частичек что ж даже думать об этом не хочу месяц третий добираемся уже потихонечку а какой-то мужчина кричит кажется мы закончили после этих слов я взглянула на мужчину распроставшегося у моих ног и хотела закончить до заката я подняла взгляд на бесчисленное количество солдат лежавших без сознания вокруг деревни каждый из них был одет хороший доспех но они не были нам ровней я что-то такое не то нажал похоже я рад что мы решили сегодня сходить деревню кто знает чтобы случилось если бы она здесь не было да этот случай в деревне я взглянула на доску что гласила добро пожаловать деревню ветров полную счастья и цветов и облегченным сдохнула я рада что она осталась на месте он мы спасли деревню одной проблемой меньше я внимательно следила за деревне ветров со временем нашего последнего визита и в результате мы успешно отразили атаку которая разрушила ее в прошлый раз вот это меня очень радует хороший поворот событий если бы я рассказала им правду то смогла бы действовать более открыто не скрываясь за оправданиями я не могла просто сказать я знаю будущее они бы подумали что я сошла с ума так что я не смогла привести столько солдат сколько хотелось бы но благодаря моему плану я смогла привести сюда лучших бойцов детрайда таких как равиль что стоял рядом со мной он был старым опытным генералом простейшую то заставляю работать выходной равиль не волнуйтесь прекрасно запускал к победному вину который мы попробуем немножечко позже я угощу тебя когда придет время выжали плечи друг друга и рассмеялись вас хваляя достижение друг друга доставлю друзья затем кристина у картис гардис приземлился попытался восстановить дыхание кажется он сильно торопился должно быть он летел со всей скорости когда услышал один на произошедшем я слышала о нападении ты в порядке да со мной лиза тейра виль так что у меня даже не поцарапали смотри я обернулась вокруг себя и гордис глубоко вздохнула почему-то ушла не предупредив меня я бы уничтожил их всех в одно мгновение я вон знаешь ли я не из тех женщин что вопята прячутся спинами мужчин и поэтому ты сломя голову ввязываешься в опасной схватке вроде этой я беспокоюсь у тебя больше чем беспокоился бы ослабо женщине такой сердитый гардис я рада что ты переживаешь за меня но вот же с тебя нельзя глаз пускать ни на секунду можно закрыть тебя в клетке держать возле себя гардис этому кристина ты для меня не просто гвоздь равилька наше величество разве вы не рады что со всеми все в порядке беспокоиться только кристине вы тоже здесь а то все в порядке я доволен не похоже что ты доволен шучу я действительно счастлив что в порядке был бы в ярости если бы на вас была хоть одна царапина кстати кризис даже если это было случайностью ты спасла целую древню молодец спасибо вы благодарны глаза мгновение встретились с моими справляем короче ситуацию что сложилось прошлом что-то блеснуло в лесу позади нас я быстро оттолкнула гардиса и встала перед ним заслонив от потенциальной угрозы но в это время что-то просвистела мимо я не успела прыгнуть и она задела мне плечо породив острую боль и заставит меня скривиться ай кристина пристел наконечник стрелы который теперь был воткнут ствол дерева позади нас если бы я не оттолкнула гардиса она бы пронзила его насквозь разве остались живые враги я схватилась за рану кровь была но не очень много так что мне ничего не грозило я бы смогла уложить стрелка без особых усилий я направилась к нему но внезапно остановилась меня сковал животный страх я вздрогнула прямо передо мной появилось ужасное лицо гардиса которого никогда при жизни не видела это было безжизненное бледное лицо один взгляд на него застал меня истекать холодным потом гардис я убью его я не успела ответить как он исчез когда поняла что он ушел я услышала болезненный вопль из леса там да как ты посмел тронуть мою tej презренный кусок тысячи смертей недостаточно ахххххххххж между звуками отпускающего семичас слышу ужасно холодные плодные ярости powerful полные ярости голос гардиса гардис хватит в порядке reinforced наступила тишина Звуки разрубаемой плоти и сочащейся крови остановились. Он его порубил. Через несколько секунд гардис неохотно вышел из леса. Его одежда была в крови, а лицо казалось зловещей маской. Я вздохнула, вытерла кровь с его щеки, будто пытаясь успокоить упрямого ребенка. Ты не должен так безрассудно отнимать человеческие жизни. Он ранил тебя. Но его целью был ты. Ты хотела сказать мне, но я не стала, потому что боялась, что он будет винить себя. Да, но я не хочу, чтобы ты убивал кого-то из-за меня. Я знаю, что ты добрее всех, кого я встречала, поэтому... Ваше Величество, противники еще остались? Нет, это был последний. Я не чувствую присутствия других. Гардис, я хочу попросить тебя кое о чем. О чем? Ты можешь снять с меня это кольцо? Все еще кольцо. Да, да, ну пора снимать. Эта тема уже поднималась, и я не удивилась этой просьбе. Удивилась я только выбранному времени. Почему именно сейчас? Мы сегодня спасли деревню, так что вряд ли кто-то будет относиться к нам с подозрением. Оно больше не требуется. Ты прав. Вряд ли после этого кто-то будет жаловаться. Ты что думаешь, Равиль? Я тоже так думаю, повелитель. Хм, в таком случае... Лизетэ, подойди. Да. Я совсем забыла об этом кольце, но испытала облегчение, когда оно было снято. Наконец-то. Гардис коснулся кольца своим пальцем, оно медленно исчезло в туском свечении. По мере того, как оно исчезало, Лизетэ что-то промотал на его голос, был слишком тихим. Я ничего не слышала. О ней, за меня. Клянусь, жизнью. Позаботься, я думаю, он сказал о ней. Ради меня вот, что он сказал Гардису. Как только Гардис ответил, кольцо вспыхнуло белым светом, взлетелось на куски и исчезло. Что? О чем вы там шептались? Это мужской секрет. Эй, Лизетэ, скажи мне. Боюсь, что не могу принцесса. Дружба у мужчин. Мужские секреты дороже золота. Чего? Ха-ха-ха. Поржали такие. Да. С чего все начиналось. Убить хотели друг друга. Если люди и демоны смогут дружить так, как мы, смогут идти по жизни рука об руку, будет просто замечательно. Это было бы замечательно. Я думаю, что так и будет, но мы об этом узнаем в следующей части. И до скорого. Пока-пока.